друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном канале сладкий персик сегодня мы с вами приготовим нежный сливочный и невероятно вкусный картофель дефине нам понадобится картофель твердый сыр сливки или молоко яйцо мускатный орех соль черный молотый перец чеснок и сливочное масло картофель очищаем от кожуры и пока что убираем в сторону берем твердый сыр и натираем его на крупной терке в оригинале было сказано что картофель дефине готовится с твердым сыром но мне кажется можно попробовать и с мягким думаю что сыром сулугуни картофель получится тоже очень вкусно сам картофель нарезаем на очень-очень тонкие кружочки чем тоньше будет картофель тем быстрее он приготовится в духовке поэтому старайтесь резать максимально тонко как видите у меня сильно тонко резать не получается вообще резать я не очень люблю готовить люблю а резать нет теперь берем глубокую миску разбиваем в нее яйцо и взбалтываем его вилочкой немного солим немного перчим и добавляем к яйцу мускатный орех молотый конечно же снова перемешиваем все вилочкой и наливаем сливки если у вас нет сливок можно взять молоко и снова хорошо перемешиваем с помощью вилочки или обычного ручного венчика теперь добавляем в сливки натертые на терке сыр и что делаем правильно снова перемешиваем теперь берем подходящую форму для запекания и очень тщательно натираем ее чесноком затем с помощью силиконовой кисточки смазываем форму сливочным маслом сливочное масло должно быть либо размягченной то есть комнатной температуры либо растопленной в микроволновке и начинаем выкладывать форму картофель кладем кружочки в нахлёст и выкладываем картофель в несколько слоев можно в два или в три все зависит от размера вашей формы у меня кстати картофель в одну форму не влез поэтому я использовала еще одну небольшую круглую форму теперь заливаем картофель сырно-сливочной заливкой жидкость опустится на дно а сыр останется сверху у нас получится очень аппетитная хрустящая сырная корочка ставим форму в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 40-50 минут несмотря на необычное название этот рецепт очень простой и быстрый его можно приготовить на скорую руку на любой ужин или на обед не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписаться на мой канал